В Новом Уренгое редкий день обходится без дорожно-транспортных происшествий. Резонансной стала авария на железнодорожном переезде в районе Стеллы, где столкнулись КАМАЗ и Локомотив. Горожане обсуждают ее причины и последствия. В администрации города разрабатывают новый проект путепровода. Подробнее расскажет Елена Карабку. Нерегулируемый железнодорожный переезд возле Стеллы давно считается очагом аварийности. Тому подтверждение вчерашнее ДТП. Видеорегистратор зафиксировал, как приближается состав, но автомобилисты даже не думают останавливаться. Раскочить пытается и водитель длинномера. В 2013 году это уже третье по счету столкновение, неравное по габаритам техники. По мнению инспекторов ДПС, это не предел. Ведь водители всячески игнорируют правила дорожного движения, пересекая стальную магистраль. За прошедший период на территории города было выявлено более 44 тысяч нарушений правил дорожного движения. Из них 324 нарушения правил проезда ЖД-переездов. То есть те водители, которые поспешили, к сожалению, у нас с водителями такое свойство, надеются на русский авось. Оправдываясь, нарушители сетуют на сложную дорожную ситуацию. Мало того, что переезд нерегулируемый, он находится на перекрестке. Водителям приходится одновременно следить и за светофором, и смотреть по сторонам внутри поезда. Бывает, когда много машин, пробки, люди нарушают правила, стоят на переезде, могут и поезд, в случае-то были. Нормально здесь переезд. Ну а почему столько аварий случается? Ну это уже невнимательность водителя. Проезжаю, смотрю направо-налево, потому что один раз уже штрафовали. Проскочила, не заметила поезда. Этот участок дороги всегда доставлял много неудобств. Новоуренгойцы не понимают, почему здесь до сих пор нет ни шлагбаума, ни бортиков, ни хотя бы знака движения без остановки запрещено. Переезд не соответствует строительным нормам и правилам, и отсутствует какая-либо возможность его дальнейшего обустройства какими-либо устройствами сигнализации связи или еще какими-то. И что необходимо только единственное решение – это строительство путепроводной развязки. Проектированием сложнейшего транспортного узла в районе ПММК-9 занимается тюменская научно-производственная фирма «Дорцентр». Буквально на прошлой неделе она представила несколько вариантов будущего путепровода, но комиссия их не одобрила, поскольку сам генеральный план уже требует корректировки. В связи с возросшей интенсивностью движения оно уже немного устарело, поэтому мы поставили задачу перед проектировщиком сделать более, даже сложнее развязку, но чтобы все было удобно, и те пиковые направления с учетом интенсивности, они уже у нас были учтены в новой развязке. В будущем железная и автодорога пересекаться не будут. А пока необходимо доработать проект, пройти экспертизу и получить финансирование на возведение путепровода. Говорить о сроках его сдачи пока рано. Еще даже неизвестно, когда начнется строительство. Но уже ясно, что развязка улиц, магистральная, железнодорожная, западная, безная и крайняя, в районе, где скоро появится крупнейший торговый комплекс на территории округа, необходимо для безопасности водителей и пешеходов. Елена Коробко, Антон Берестянский, Служба новостей «Импульс».